Что будет, если увеличить масштаб научного эксперимента? Я — да! Меня зовут Фил. Я провожу научные эксперименты по-крупному. Это Максимум науки. Эксперименты с размахом. Кручу, верчу, повернуть всё хочу. От огромной юлы до вечного двигателя, от вызова гравитации до эффекта Магнус. До эффекта Магнуса. Всё это мы провернём в сегодняшнем выпуске программы «Максимум науки. Эксперименты с размахом». Привет, научные максималисты! Я Фил Маккордик. С вами программа «Максимум науки». Теперь лучше в другую сторону. Сегодня мы рассмотрим вращение, все его виды. Кручение, верчение и так далее. И при вращении на предметы воздействуют разные силы, некоторые из них даже противостоят гравитации. Пусть всё завертится! Итак, пусть... Пусть всё завертится! Мы будем делать гироскопическую юлу. Она вертится, а я нет, что неплохо. Смотрите. Тянем за верёвочку и... Она вертится и стоит на кончике. Почему она стоит, пока вертится? Из-за момента импульса мы к нему вернёмся. А вот как можно её сделать. Вам будут нужны палочки, верёвочка, стяжка, деревянный шампур, разделители вроде этих кубиков и несколько круглых дисков. Их можно вырезать из пластика или найти в сломанных игрушках. Если хотите сами всё сделать, поищите в интернете про гироскопическую юлу. Возьмите две палочки и приклейте их к кубикам. Вот так. Потом ещё пару. Потом приклейте их к поперечным палочкам. Вы получите пусковое устройство. Рука располагается с короткого конца, а на более длинном устанавливается юла. Теперь вот что. Возьмите деревянную палочку-шампур или то, что подойдёт по диаметру к той кругляшке, которую вы взяли. Я использую пластиковые диски из пультов управления. Но выберите то, что вам нравится. Для этого пускового устройства лучше всего взять четыре одинаковых диска. Вот такие. Расположите их на равных расстояниях, приклейте и обрежьте шампур ровно с обоих концов. Потом возьмите стяжку, закрепите её посередине и обрежьте свободный конец. Эта стяжка будет удерживать верёвочку, когда вы её намотаете. Теперь натяжная рукоятка. Приклейте две палочки к кубику, потом ещё две по бокам. Привяжите верёвку к середине, оберните вокруг середины волчка и... У вас есть юла, натяжная рукоятка и пусковое устройство. Не забудьте, рукой берёте вот так, юлу вставляете вот так... и тянете на себя. Она вертится! Этим мы и займёмся сегодня. Мы увеличим масштаб вращения. Вращение будет больше, быстрее и весомее. Оно будет с размахом! Приступим! Но сначала мне потребуется эксперт. Так, посмотрим. Так. Минутку. Да. Отлично. Вперёд, будет здорово. Теперь туда. Привет, Селита! Привет, Фиэл! Селита из научного центра Онтарио. Я так рад тебя видеть. Ты поможешь мне увеличить юлу? Что? Гироскопическую юлу. Вот, смотри. Она крутится. Это работает... Фил, а где твои ботинки? Думаю, это они. Наверное, превратились в ласты в портале. Странно. Хочешь переобуться? Нет, всё нормально. Идём. Ладно. Как я и говорил, юла — это очень здорово. Давай посмотрим на неё тут, чтобы мне не пришлось далеко ходить. Можно посмотреть? Да, да, пожалуйста. Готовы? Заводим. Крутится и довольно долго. Здесь четыре диска. Больше массы, поэтому она лучше крутится. Больше. Ах, да, у меня тут есть старенькая всего с одним диском. Она не может крутиться так долго, как эта. Давай проверим юлу с одним диском и сравним их друг с другом. А то, потому что знаешь, что это? Наука. Наука. Да, наука. Попробуем. Готова? Смотри. Юла с четырьмя дисками крутилась лучше, чем простая, потому что у неё... Больше масса. А значит, больше инерция. Значит, для большего размаха нужна большая масса. Да, масса. Постой, у меня есть. О, нет. Осторожно, Фил, не хочу, чтобы ты упал. Мне бы тоже не хотелось. В них сложно ходить. Могу представить. Поэтому я и предложила переобуться. Да ладно, всё хорошо. Итак, посмотрим. Вот к чему я шёл. Итак, мы превратим это в большую гироскопическую... Не думаю, что получится. Почему? Потому что тут большая дыра. Ах, да. Нам нужно что-нибудь, что послужит осью. Да, сюда целое дерево нужно. Не пойдёт. Ты права, это слишком... Здесь ещё что-нибудь не так? А ещё он слишком... Лёгкий. Он не тяжёлый. Нужна масса. Больше массы. Ладно, тогда... Я знаю, постой. Знаю, знаю. Идеально. А ещё есть такая стойка. Её вставим в центр? Её вставим в центр, вот так. Чудесно. Потом приварим одно к другому, и готово. Будет здорово. Да, дай пять. Фил. Да, прости. Прости, у тебя диск. Дай пять. Теперь он у меня. Да. Пойду найду ботинки и решим этот вопрос. Максимум науки. Мини-максимум. Теперь поговорим о моём любимом научном термине. Эффекте Магнуса. Я Магнус, и я эффектный. Нет. Эффект Магнуса связан с вращающимися телами, вроде этих стаканчиков. И такую штуку на основе эффекта Магнуса можно сделать дома. Это очень просто. Возьмите два стакана из пенопласта и склейте их донышками на двусторонний скотч. Возьмите несколько резинок и свяжите их в одну длинную. Оберните резинку вокруг стакана, вот так. Держите резинку снизу, вот так. А потом отпустите. Летун полетит вверх и вперёд. Причина, по которой он поднимается и держится в воздухе, в его вращении. Оно создаёт движение воздуха сверху. У движущегося воздуха давление меньше, и летуна подталкивает вверх-снизу. Это называется... Ну, давай. Пора. Эффект Магнуса. Да. А теперь... С размахом. С размагнусом. Правда ведь лучше звучит. Нет, нет. Размах. Размах. С размахом. Посмотрите. Летун Магнуса 2.0 и закреплённая резинка. Замотаем. Вернись. Гол. Не забудьте, чтобы эффект Магнуса сработал, стаканы должны вертеться в эту сторону. Передний край должен идти вверх. Гол. Вот какой он эффект Магнуса. Я Магнус, и теперь это моё шоу. Теперь это Магнус и наука. Вот такой эффект. Я улучшаю название научных телешоу. Магнус и наука. Мы с Силитой выводим нашу Юлу на максимум. Мы взяли за основу маленькую версию и решили сделать такую же, но огромную. Для этого мы приварили 20-килограммовый диск к металлической стойке. Будет ли это работать так же? Об этом расскажет наука. Почему Юла вертится? Начнём с первого закона Ньютона. Тело в покое сохраняет состояние покоя, а движущееся тело остаётся в движении. Но не просто в движении, а в прямолинейном движении. Представьте, как катится шар для боулинга. Чтобы он сменил направление, понадобится другая сила. У движущихся объектов есть инерция. Юла не движется прямолинейно. Она вертится. Но инерция у неё есть. Это движущийся объект. И хоть она и вращается, она стремится к движению по прямой. Просто эта прямая... Тут. Это называется момент импульса. Чтобы сдвинуть Юлу туда или сюда, нужна внешняя сила. Поэтому она стоит прямо, пока хватает импульса. Когда она замедляется, импульс снижается, и ей сложнее противостоять внешним силам, вроде гравитации, которая старается Юлу уронить. У нашей Юлы большая масса. Это значит, что у неё будет большой момент импульса при вращении. Нужно только хорошенько её раскрутить. Ну что, крутим? Да, давай. Посмотрим, что получится. Ещё, 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 ещё. Отпускаем на счёт три. Погоди, я сейчас... Пуск! Ну да. Да уж. Слишком медленно. Нужно что-нибудь, что сможет её раскрутить быстрее. Быстрее. Может, верёвка? Верёвка, да. Можно её намотать? На маленькой Юле тоже была верёвка. Да. Ладно. Пойду за верёвкой. Наматываем верёвку. Я тебе с этим помогу, буду держать сверху. Наматываем против часовой. Мы закрепили верёвку и намотали её. Хочется сделать идеально. Одна из лучших намоток, которые я видел. Я буду тянуть, а ты держи. Слишком сильно тянуть не буду, а то не удержишь. Ладно. Здесь не так важна сила, как то, что мы её раскрутим. Да. Селита держит руку на верхней части, а я тяну. Готов? Погоди минутку. Уже почти. Вертится гораздо лучше, чем я думала. Вертится хорошо, она колеблется. Осторожно. Падает. Сработало, но не совсем. Она может крутиться лучше и ровнее. Да. Нужно что-нибудь, что раскрутит её сильнее. Да. Быстрее и мощнее. Быстрее и мощнее. Мини-максимум. Это верёвка. За неё можно тянуть. Но её нельзя толкать. Нет, можно. Можно толкать верёвку. Правда, можно. Ладно, хватит. Хватит. Это изобретение работает примерно как бейсбольная пушка в миниатюре. Здесь два мотора, и колёса вращаются, чтобы выбрасывать предметы. Например, палочку. Попробуем ещё раз. А сейчас смотрите, что будет, если вставить петлю из верёвки. Что? Мы толкаем верёвку! Как это возможно? Алло? Разве это не эффект Магнуса? Нет, это не эффект Магнуса. Ну ладно, я буду у себя, если понадоблюсь. Ладно, пока. Так, о чём это я? Ты остановился на причина, по которой это работает? Да. Толкание верёвки. Как это возможно? Всё благодаря инерции. Смотрите. Колёсики быстро пропускают верёвку. У неё есть вес и скорость, а значит, у неё есть инерция. И когда она движется сюда, ей хочется сохранить направление. Но она проходит полностью, и поскольку эта петля засасывается в этом направлении. Благодаря инерции можно преодолеть гравитацию. Толкаем верёвку! Наука! Нам с селитой нужно как следует раскрутить увеличенную юлу. Мы попробовали верёвку. Теперь попробуем дрель. К дрели приделано колесо, и его внешняя часть раскручивает юлу. Чуть быстрее. Она качается. Ещё чуть-чуть. Хорошо. Отпускаем. Вращается! Она качается, но не падает на землю. Падает. Уже лучше, но всегда можно найти способ сделать ещё лучше. Знаешь, что нам нужно, селита? Что же, Фил? Большая дрель. Мы установим её сверху и закрутим очень быстро. Огромная гироскопическая юла. Или просто юла. Не знаю, ты хочешь назвать её гироскопической? Ну, она немножко юла, немножко гироскопическая. Максимум фактов. Это велосипедная шина. Довольно лёгкая, но одной рукой её вот так не удержать. Нет, нет. Но её можно быстро раскрутить. Возьмём эту дрель, а потом... Вот так. Нет, пожалуй, это невозможно сделать в одиночку. Это же прекрасный повод задействовать кнопку Тревора! Кнопка Тревора! Это Тревор, он тоже работает у нас в программе. Над чем работаешь? Над размахом. Понятно. Можешь помочь? Конечно. Чудесно. Возьми эту дрель и раскрутим побыстрее это колесо. Ладно. Не знаю, может... Нет, нет, я не хочу знать. Я не знаю, не забыл ли я. Всё хорошо, давай ещё. Нам нужен размах. Итак, колесо вращается, и я могу его удержать. Как это возможно? Колесо — это та же юла. Сила, удерживающая юлу, момент импульса, работает и тут. Момент импульса сопротивляется смене направления вниз, куда действует гравитация. Интересно, что эта же сила позволяет ему вращаться вокруг меня. Так что большой вес можно удержать в воздухе, если вращать его. Это был отличный эксперимент, Тревор. Да. А это что? Мои научные конфетти для приветствий. Знаешь, что нужно сделать? Что? Нужно вывести на максимум. Можно сделать побольше с целой кучей конфетти. Люди будут подпрыгивать, а конфетти будут всыпаться, а потом повсюду будет конфетти и... Тревор? Мы с Силитой увеличили нашу юлу. Теперь наша задача — как следует её раскрутить. Мы испробовали верёвку и дрель, теперь же мы увеличили дрель. Больше мощности — больше скорости. Идеально для этой массивной юлы. Да, идеально практически для всего. Дрель отлично раскручивает юлу. Она крутится действительно долго. Масса юлы столь велика, что она начинает просверливать дыру в бетоне. Мы попробовали снова, но потом заметили кое-что. Дрель заметно дымится. Дрель стала перегреваться. Почему? Первый закон Ньютона. Тело в покое стремится к покою, движущееся тело — к движению. Чем больше массы находится в движении, тем движение дольше. Это навсегда. Не навсегда. Ну, не навсегда. Но на долгое время, потому что вес большой. Но эта масса хочет оставаться в покое, когда она не движется. И чтобы раскрутить юлу, нужно преодолеть это огромное желание покоя. Даже для большой дрели это сложная задача. Но когда нам это удалось, оставалось только одно — увеличить размах. У нас с элитой возник план покататься на юле. Хочешь покататься на юле? Ну, конечно, хочу. Мы оба покатаемся. Кому-то придется держать дрель, так что будем меняться. Максимум истории. Это Леонардо да Винчи, один из величайших ученых в истории науки. А это — колесо. Да Винчи думал, что было бы здорово придумать колесо, которое бы вертелось всегда. И принялся за работу. То, что постоянно вращается и не останавливается, называется вечным двигателем. И да Винчи был одержим от идеи. Ну, это прекрасно. Бутылки отводят воду вбок. Одна из сторон колеса становится тяжелее, оно вертится без остановки. Правда, это не работает. Видите ли, да Винчи не в курсе, что наука доказала невозможность вечного двигателя. Но на то, чтобы ученые об этом узнали, ушло еще 350 лет. Так что мы ему не скажем. Что? Да так, ничего. Леонардо да Винчи — один из величайших изобретателей. Хотя некоторые его изобретения не работали. Мы с Силитой успешно увеличили нашу Юлу. Осталось только одно — покататься на ней. Мы приделали большой диск и вращающийся стол. Это площадка, вращающаяся на подшипниках. Столик сверху. Столик сверху. На нем можно стоять. Да. А еще мы добавили этот диск. Зачем нам это было нужно? Чтобы добавить немного веса. Ладно. И кто будет первым? Думаю, лучше ты. Думаю, ты права. А я возьму супердрель. Увеличенную супердрель. Итак, приступим. Наш начало должен сказать — не пытайтесь повторить это дома. Мы специально обученные экспериментаторы. Силита дрелью раскручивает Юлу, а я ее удерживаю. Потом я держусь за верхнюю страховку и аккуратно переношу вес на Юлу. Это работает, но недолго. Мы пытаемся по очереди, но, похоже, против нас работает другая сила. Сила трения. Трение с воздухом и с землей — это то, что обычно замедляет вращение. Но наш вес на подшипниках столика заметно усиливает его. А это значит, что Юла замедляется раньше. Ух ты! Это было здорово. Немного страшно, да? Да. Первый закон Ньютона позволил Юле вертеться. Момент импульса не давал ей падать, а сила трения замедляла. Эти силы не менялись. Неважно, шла ли речь о маленькой Юле, увеличенной или огромной. Да! Это максимум науки — эксперименты с размахом. Огромная Юла. Такой большой Юлы вы нигде не найдете. Думаю, во всем мире. Попробуем снова. Да! Магнус и наука — ваш черед. В перчатках это довольно сложно. Пора проводить настоящие эксперименты для настоящих супергероев. Вместе с доктором Кеем, Нэшем и Эврикой мы проверим, под силу ли нам поднять молот Тора. Способность летать, преобразование материи, чудеса техники и телекинез — все в наших руках. Даже у животных есть удивительные суперспособности. Не расстраивайся, как Халк. Будь упорным, как Спайди и смотри программу супергероя науки на канале «До Винчи». Вам интересно узнать о прошлом? Я не против. Удивите меня. В этой программе исторические события известные люди, такие как... Вильям Шекспир. И говорящая крыса. Да, это правда. Кто-то будет петь и плясать, а кто-то просто постоит в сторонке. Познакомьтесь с ребятами, которые творили историю. На канале «До Винчи». Ужасные истории. Продолжение следует...